Приветствую, друзья! Я всегда, когда что-то говорю, говорю с доказательствами. Например, когда я говорил о том, что я создал новую модель работы мозга, то приводил доказательства, что я работал в Беслане, Каспийске, Кизляре, Волгодонске, в Москве, выводил из острого стресса, из шокового состояния детей и взрослых после терактов. Так вот же в чём дело. Дело в том, что когда вы смотрите кого-то в интернете, всегда смотрите, кто это, что это, что стоит за его плечами, насколько можно доверять сразу его словам, потому что интернет же такая вещь. Вот, например, у меня картина. Картина, да? Медитация. Я сегодня буду говорить о том, как правильно молиться, как правильно медитировать и для чего всё это нужно. Так вот вопрос заключается в том, что доказательство моё в данном случае является в том, что, например, про медитацию, вот у меня, видите, доказательства? Это вот чай. Это чай ко мне привёз человек. Уже давно я просто как подарок храню, чтобы вот сейчас, видите, понадобилось. И показываю вам. Да. Как подарок храню, потому что этот чай великолепный, зелёный, ну, не только потому, что этот чай, а дело в том, что этот чай привёз, который ехал к Далай-Ламе. Ехал к Далай-Ламе, они дружат, и он мне просто подарил, и мы с ним договорились, что я тоже скоро поеду к Далай-Ламе, но не смог, потому что у меня травма потом случилась. А с Далай-Ламой, с его администрацией мы переписывались давно. И они поощряли, чем я занимаюсь. Они прямо там писали мне, да, желаем вам успехов, это хорошее дело, которым вы занимаетесь. Ну, вот, например. А насчёт, как молиться, пятикратная молитва, например, в исламе, да, у меня профессор-востоковед, который, значит, на русском языке Коран писал. Мы с ним долго-много разговаривали в Махачкале, да, и мы понимали друг друга. А вот недавно мне товарищ мой, с которым мы в интернете сейчас переписываемся, который очень интересную вещь сделал по Корану. Я вас познакомлю с ним. Как-нибудь из вечеров мы с ним поговорим, ролик сделаем. Я ему говорю, я этот ролик, как правильно молиться, тебе пришлю сначала, ты посмотришь, если замечания не будет, я тогда его выставлю. Ну, мы так договорились, да. Потом, например, когда я говорю о том, что я разбираюсь, как правильно делать физкультуру, ну, как, я опять привожу доказательства. Вот учебник физкультуры профессора Анатолия Петровича Матвеева, и там синхро-гимнастика по методу саморегуляции ключ. Вот так, друзья. Дело в том, что бездоказательное сообщение, ну, много сейчас в интернете, каждый считает себя компетентным, говорят о разных вещах, а я хочу сказать, вообще молитва-то для чего нужна? Молитва нужна для того, чтобы человек мог быть человеком настоящим, сопереживающим, созидающим. И для этого нужно, чтобы он время от времени снимал зависание в стрессе, потому что если вы зависли в стрессовом состоянии, ну, какой же из вас гуманист, какой альтруист, какой человек, который хочет вам дарить радость, поддерживать вашу жизнь, ну, какой он тогда? Ну, никакой, потому что вот коленку, например, расшиб сильно, острая боль, ему не до вас в этот момент, все его внимание фиксируется на боли, или еще что-нибудь случилось там, ребенок вовремя школы не вернулся. Так вот, молитва, она для того существует, чтобы человек, там же какие элементы есть? Те же самые, что в синхрогимнастике. Повторяемые движения умственные, повторяемые мантры, повторяемая молитва, повторяемые действия снимают напряжение. И в конечном счете выводят из зависания на состояние обнуления, когда человек соприкасается с вечностью. Вот эта вечность, вот это безвремение, это же есть то, что, ну, говорят иногда, соприкосновение с Богом. Молитва же для чего нужна? Для того, чтобы вот эта рутина, конкретная реальность, вы от нее в какой-то момент уходили, не были ей поглощены, высвобождались и соприкасались с вечностью. Ну, это же есть, вот, например, в исламе тысячи имен Бога. Много-много. Это не конкретно Бог, вот, например, такой-то, такой-то, а там именно признаки все перечислены. Такое количество признаков, и милостивые, и дарящие, и созидающие. Это все вот эти вот имена Божьи, потому что мы глаза Бога, мы уши Бога. Мы материальное существо, и поэтому, и каждый понимает по-своему. Именно поэтому происходят раздоры между людьми, которые... Один человек принадлежит одному направлению религии, другой другому, и начинается даже внутри одной религии, либо ты шиит, либо ты сунит. Ну, короче говоря, это целая история. Кто знает эти вещи, меня легко поймет. А в синхрогимнастике ведь то же самое. Повторяемые движения снимают напряжение. Тоже есть и поклонные, и полупоклонные, но там же вис назад, вис вперед, с наклона вниз. Хлёст делается, когда верхушки лёгких сходятся, расходятся, кислород попадает в клетки мозга. Голова лучи начинает соображать. Подбираете действия, которые вам лично подходят, и в конечном счёте приходите в обнуление. Обнуление – это такое состояние безмятежности, безвремения. То же самое состояние вы соприкасаетесь как бы с Богом, с вечностью. Выходите из конкретности к вечности. Так вот же в чём дело. И медитации, и мантры повторяют там, и там разные методы. Ну, что вы говорите? Я вам хочу сказать, в Коране, например, очень всё правильно написано. Но чтецов Корана, комментаторов, вот тоже очень много. Есть специалисты, которые глубоко погружены, и они понимают, где форма, а где суть смысла. Суть смысла. А вот очень часто люди, которые немножко, ну, может быть, букву понимают больше, чем смысл, они начинают спорить между собой. Да, я это хотел сказать, что синхрогимнастика моя тоже, пожалуйста, делайте её пять раз в день, и вот вам будет аналог, аналог того, что делает мусульманин, например, в пять раз в день. Там же и сказано, например, если вы в дороге или больны, вы можете отложить немножко по времени свою утреннюю молитву. Да, там всё для человека, там всё для человека, чтобы поддержать человека, чтобы он был здоров, счастлив. Там всё для этого. Поэтому смысл-то надо понимать, а не цепляться только к букве. Поэтому есть люди, которые буквально мыслят, есть люди, которые смыслы понимают. Я вам поэтому это всё и рассказываю. Я всегда доказательства привожу. Вот я вам и привёл доказательства. А теперь давайте обсудим, если хотите. Почему, например, сказано омовение? Почему надо умываться? Вы же понимаете, почему? Потому что, а там даже сказано, к примеру, если у вас нету там воды, возьмите песком. Почему? речь идёт. Это не для того, чтобы вы песком руки мыли. Это в тех условиях в то время просто пример приводится. Но специалисты понимают, о чём речь идёт. Это тема тонкая. Я знаю, сколько сейчас будет разных мнений. пишите их, не стесняйтесь, потому что искренность в этих вещах очень помогает нам развивать понимание смыслов. Понимание смыслов. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok